добрый день мои друзья подписчики и зрители зашедшие на канал в поисках новостей из дохаба сегодня 28 мая двадцатого года я только что вернулся из поездки в горы к моим друзьям бедуинам где я провел три недели и поэтому отвечая на вопросы какие новости из дохаба сам себе и всем моим друзьям с фейсбука я решил снять видео в котором показать какова ситуация сейчас в дохабе на прошлой неделе закончился праздник рамадан вся неделя праздничная в дохаб приехала достаточное количество туристов и гостей из каира александрии береговая зона и море закрыто для посещения и купания полиция очень жестко это контролирует я пройдусь по берегу в сторону ассалы и до конца береговой линии потом вернусь через центр города и сниму несколько фрагментов на набережной лайтхауса для того чтобы посмотреть и показать своим зрителям что же происходит на набережной какие рестораны уже отремонтированы как сделали заход в воду в ресторане шелс много ли людей и сильный ли ветер на лайтхаусе потому что в городе ветер очень сильный я думаю что на набережной в районе ассалы туда мунхаус и в сторону выезда на каньон будет ветер очень сильный но еще одной задачей этого клипа является применить уже на практике мои навыки работы с цифровым диктофоном микрофоном петличка который очень хорошо защищает от ветра и снять качественное видео чтобы потом можно было его разместить в интернете так что оставайтесь со мной смотрите и пишите свои отзывы комментарии вопросы что вам понравилось что нет что вам будет еще интересно для того чтобы я снял в дохаве сейчас я нахожусь на набережной недалеко от ассалы у меня за спиной достаточное количество машин то есть приехали туристы приехали люди из каира отдохнуть в дохаве на те праздничные дни которые у нас наступили после рамадана дохаве очень сильный ветер и действует запрет на купание в море на протяжении 6 дней после рамадана начался он воскресенье 25 числа и закончится он в субботу 30 числа можно будет уже начинать купаться в море с радостью все жители дохава ждут этого момента я продолжаю двигаться дальше по набережной и снимать что происходит в этот день в дохаве за время карантина и за время праздника рамадана появилась вот такая вот интересная скульптура сначала думал что она из металла но она сделана из бетона достаточно просто прочная конструкция смотрится очень оригинально мужик с чемоданом стоит на такой ноге и я надеюсь что крепление очень сильное ветром ее не сдует то есть такие вещи на набережной радуются и заставляют туристов которые гуляют улыбаться так что вот такая вот сегодня интересная находка то что я увидел на набережной в дохаве и еще появилась тоже вот очень интересная вещь вот такой вот камешек обвязанной веревочкой и еще одна скульптурная композиция так что художники не дремлют и коронавирус помогает им творить я иду гулять дальше еще один ракурс для того чтобы посмотреть что происходит на береговой линии дохава ветер настолько сильный что даже микрофон с ветрозащитой я вынужден закрывать рукой для того чтобы не было помех по звуку при съемке уже при окончательном монтаже послушаю что получилось как меня пушистик на микрофоне вот этот вот не подводит и позволяет работать и снимать в таких вот непростых условиях людей конечно намного меньше чем вчера было я видел по приезду в дохав но все равно невзирая на карантин и запрет купаться людей по берегу ходит достаточное количество сидят отдыхают наслаждаются видами природы так дошел я уже до поворота с домом с колесом таблички которые указывают на перемещение по дохабу и по миру наполовину уже выгорели выцвели ветром побиты с песком но ничего можно смотреть радоваться труду художника который их сделал ветер здесь такой же сильный не утихает нахожусь в одном месте пройдусь ближе к морю следующая туристическая зона видно огромное количество людей все гуляют я перемещаюсь дальше посмотрю и постараюсь дойти до конца береговой линии набережной дохаба двигаюсь дальше у меня за спиной известный половине дохаба дом со львами а также с орлами которые находятся чуть чуть выше большое количество гостей приехала отдохнуть практически рядом машину запарковать негде это хорошо не может не радовать если есть приезжающие туристы и отдыхающие в дохаб значит в дохабе будет у кого-то пару копеек и жизнь начнет понемножку налаживаться дохабе осталось не так много интересных мест и вот это вот художественное сооружение раскрашенное детьми художниками достаточно радует глаз маленько симпатично и когда проходишь мимо всегда улыбаешься то есть есть место еще и позитивным эмоциям которые так зашкаливают в дохабе а здесь и не добавляют еще сильнее хорошо с душой сделано нравится поэтому я решил этот домик вставить в сегодняшний рассказ о новостях города дохаба во время карантина в конце мая месяца закончился праздник рамадан я практически уже прошел до конца береговой линии начал движение от асалы и от мунхауса остановился поснимать еще вот эту вот виллу тоже раскрашенная очень интересная и отсюда открывается очень красивый вид на море на дорогу в сторону каньона и с учетом что ветер холодный северный очень очень хорошая видимость и отсюда просматривается и каньон и просматривается blue hall поэтому наслаждаюсь таким видом прохладная погода не жарко и еще пройду буквально метров 150 до большой пальмовой рощи я уже дошел до конца цивилизованной береговой линии у меня за спиной осталось только пальмовая роща несколько веселых интересных строений которые на берегу людей здесь уже нету но эта зона обычно и в хорошие туристические годы и дни не сильно заселена туристами отдыхающими и просто жительными дохаба ну а теперь мне останется пройти назад через осолу и дойти до лайтхауса посмотреть как там отремонтировалась кафе шеллс что там с заходом в воду и как происходит движение на набережной на этом я заканчиваю съемку здесь и двигаюсь в сторону центра города овощная лавка посередине между осол и синемаркет работает исправно сегодня четверг привезли свежие овощи и фрукты цены как обычно низкие единственное что покупателей достаточно мало но к вечеру наверное подтянутся но так все работает исправно что не может нас не радовать обратно я возвращаюсь по дороге для того чтобы посмотреть что работает что не работает вирус корона и карантин практически ни на что не влияет все закрыто потому что праздник рамадан сегодня четверг я думаю что закрыта будет еще и в пятницу и только субботы начнут работать все магазины вот это вот у меня за спиной вот это вот лавка она достаточно прикольная такая лавка старьер старьевщика который продает антиквариат вечером очень оригинальная подсветка но у него везде стоят вечером таблички не фотографировать не снимать приз но у фото нового видео и поскольку прогулка должна быть связана с полезностями данном случае вот такой вот новый магазин в котором можно купить всякие куриные изделия а также как мини супермаркет работает поэтому сейчас зайду нужно купить крылышек покормить кота и дальше двигаться уже на lighthouse и поснимать там традиционные снимки с площади асала наложилось два момента рамадан практически половина магазинов закрыта ну и коронавирус то есть людей практически в городе нету но зато можно прийти все купить никаких вопросов нету магазины полные очередей нету легко дышится и свободно машин достаточно мало двигаюсь дальше так с попутным ветром я дошел до набережной лайтхауса и сел в уголочке где всегда очень сильный ветер даже в штиль сейчас же ветер настолько силен что он сдувает и меня и оператора и все окрестные пальмы вокруг где-то что-то рушится падает стекло людей нету несколько велосипедистов проехала несколько пешеходов прошло условия съемки веселые море прекрасное идет прилив на рифе красота я же буду двигаться по чуть-чуть по набережной найду местечко более защищенное от ветра и там продолжу свой рассказ о новостях в дохабе в период неделя после окончания месяца рамадан чем интересен лайтхаус достаточно пройти 20-30 метров и попадаешь из зоны сильного ветра в зону практического безветрия по-прежнему людей не прибавляется очень редкие прохожие запрет на купание в море поэтому возле береговой линии никого нету работает только кафе которая продает кофе и выпечку на вынос в этом месте очень жарко ветер дует теплый хотя сюда пришлось не прийти в даже курточку я одевал потому что было холодно перемещаюсь дальше посмотреть что же творится на набережной других местах дошел я по набережной до кафе shells его знают практически все мои ученики и дайверы с которыми я ныряю когда погружаемся на лайтхаусе первый день или все тренировочные погружения в процессе обучения все происходит отсюда после шторма и в режиме карантина кафе отремонтировали сделали бетонные полы и провели везде розетки и переместили барную стойку должно получиться очень красиво ресторан готов к приему посетителей осталось занести только столы топчаны и можно работать ждем туристов ждем авиаперелетов ждем начала работы но пока все пусто к великому сожалению я пойду дальше из полезностей которые сделали в кафе shells сделали ступеньки на вход выход из воды сейчас я их покажу но к великому сожалению последняя ступень которая идет в воду сделано очень высокой в однобаллонной конфигурации подняться будет нормально а вот человеку со спаркой еще и с учетом что лежит очень большой камень здесь будут проблемы придется искать обходные пути выхода и если не получится нормально заходить выходить будем перемещаться в другое кафе искать другие заходы в воду ну посмотрим как она будет время покажет удобство пользования теми улучшениями которые здесь у нас произведены вот такие вот ступени сделали из бетона и камня владельцы кафе shells как я уже сказал время покажет насколько удобно будет пользоваться этим заходом и выходом в воду как по мне так они очень высокие особенно самая нижняя ступенька вот так вот она выглядит я прошел половину набережной лайтхауса ничего особенного не поменялось за последние три недели за месяц и за полтора месяца кафе все закрыты отсутствие людей благодаря этому достаточно чисто на улице в море не пускают кафе закрыты так по окончанию путешествия осталось у меня унылое зрелище я все-таки ожидаю что в ближайшее время все-таки все откроется ну а на этом моя прогулка закончена новости которые я хотел рассказать я всем рассказал для себя оставил видео были трудности при записи звука но я успешно их поворол при помощи хорошего оборудования оставайтесь на моем канале нажимаете кнопку подписаться не забудьте чтобы быть всегда в курсе самых свежих новостей с вами был канал body film и андрей матусевич